Солнечные лучи бывают двух типов, типа А и типа Б. Солнечные лучи типа Б отвечают за появление загара на нашей коже, а при долгом пребывании на солнце они же вызывают у нас ожоги. Солнечные лучи типа А действуют намного коварнее. Мы их не ощущаем, но при этом именно они отвечают за фотостарение. Они способствуют выработке свободных радикалов в терме нашей кожи, которые разрушают структуру коллагена и эластина. Помимо этого, солнечные лучи проникают даже через оконные стекла и активную и в пасмурную погоду. Поэтому так важно ориентироваться именно на ультрафиолетовый индекс, когда вы решаете нанести SPF-средство на кожу лица или нет. Аббревиатура SPF расшифровывается как Sun Protection Factor. Этот индекс показывает, сколько времени вы можете безопасно находиться на солнце при использовании данного средства. При выборе средства с SPF-защитой необходимо ориентироваться на свой фототиф, и на ультрафиолетовый индекс. При повышении ультрафиолетового индекса выше 2, для жителей города я рекомендую выбирать SPF-защитой 30. Если ультрафиолетовый индекс повышается от 3 и выше, и вы много времени находитесь на солнце, я рекомендую выбрать максимальную защиту, взять сразу SPF 50. Если вы долго находитесь на солнце, то обновлять SPF нужно раз в 2-3 часа. Также нужно обращать внимание, водостойки ваш SPF или нет. Поэтому если вы, например, плаваете в бассейне, а ваш SPF не водостойкий, то обновлять его нужно будет после каждого заплыва.